Чёрный дельфин Об этой тюрьме ходит много легенд, многие из которых являются по-настоящему пугающими. Благодаря этим историям эта колония стала известной за пределами криминального мира. Причём не только в России, но и в других странах. Колония находится в городе Соль-Илицке в Оренбургской области. Ещё во времена императрицы Екатерины в эти места ссылали разбойников и других преступников, которых массово судили после подавления восстания Пугачёва и крестьян. В связи с этим была построена крепость, в которой содержались заключённые. Со временем тюрьма преображалась, её делали специализированной. Сначала она стала пересыльной тюрьмой, потом острогом. Какое-то время в ней содержались заключённые, которые болели туберкулёзом. В советское время Чёрный дельфин был больницей для заключённых. В 2000-х годах тюрьма стала тем, чем она является сейчас – исправительной колонией строгого режима для особо опасных преступников. Тюрьма – это изолированная территория, на которой располагаются несколько блоков для заключённых. Она рассчитана на содержание 1600 человек, но в данный момент в ней отбывает наказание около 900. Практически каждому заключённому, прикомандированным надзирами, отбывают наказание только те преступники, которые получили пожизненный срок заключения. В Чёрном дельфине очень строгие условия. В России количество похожих колоний можно пересчитать по пальцам. Среди подобных учреждений дельфин является самым крупным и одним из известнейших. О тюрьме ходит много легенд. Говорят, что она перемалывает каждого заключённого, который в неё попадает. По количеству смертей заключённых эта тюрьма – одна из самых лидирующих в России. Здесь настолько строгие порядки, что многие заключённые готовы променять пожизненное заключение на смертную казнь. Исправительная колония находится на территории Соль-Илицка. Добраться до неё можно теми же способами, как и в сам город. После того, как тюрьма стала известной, она стала местом своеобразного туризма. Те, кто бывают в Соль-Илицке, часто хотят увидеть тюрьму хотя бы со стороны. Чёрный дельфин – это неофициальное название колонии, которое появилось после того, как один из заключённых в 90-х годах слепил из папье-маше фигуру дельфина. В чёрный его покрасили, потому что это единственная краска, которая была на тот момент в колонии строгого режима. Скульптуру установили во дворе тюрьмы. Несмотря на это, заключённые никогда её не видят, на улицу их не выводят. А если это случается, на их головы одеты чёрные мешки. Чёрный дельфин – это исправительная колония особо строгого режима, в которой находятся преступники-рецидивисты, террористы, маньяки и каннибалы. Сюда попадают только те, кто совершил особо жёсткие, антигуманные преступления. Среди заключённых нет рядовых преступников, только те, кто приговорены к высшей мере наказания по жизненному сроку. Порядки в тюрьме очень строгие и не похожи на те, что есть в других исправительных колониях. Эти беспорядки довольно красочно проиллюстрировали слова одного из заключённого, который написал книгу о пребывании в стенах чёрного дельфина. «Если сегодня все маньяки, людоеды, террористы и подобные узнают, что их ожидает в действительности, я убеждён, что многие из них в корне изменят своё отношение к жизни. Не знаю, может и правда, мне дано было Богом увидеть всё собственными глазами, после чего рассказать. Но одно знаю точно, если отменить мораторий в нашей стране, то 700 человек, узников чёрного дельфина, побегут на перегонки и будут кричать «Стрелять и в меня первого». Жизнь заключённых в тюрьме проходит в тяжёлых условиях. За ними постоянно ведётся наблюдение. Они не гуляют во внутреннем дворике и практически не видят дневного света. Им запрещено общаться между собой. Заключённые изолированы друг от друга, поэтому о формировании какой-либо внутренней культуры говорить не приходится. Единственное общение, которое получают заключённые, это диалоги под заключённого. Таким образом, у преступника в распоряжении есть всего несколько квадратных метров. Внутри каждой камеры установлена система видеонаблюдения. Заключённые находятся под надзором 24 часа в сутки. В камере постоянно горит искусственный свет. Даже ночью, когда заключённые спят. В целях безопасности заключённые живут по строгому распорядку дня, который никогда не нарушается. Заключённых выводят на прогулку один раз в день. Причём происходит это не на внутренней площадке, а в специальной бетонной камере-коридоре длиной в несколько метров. В камерах есть кровать, тумбочка, табуретка и зеркало. Заключённые должны содержать мебель в идеальной чистоте. Внутри камеры есть радио. У тех, кто хорошо себя вёл в течение 10 лет – телевизор. Когда заключённого выводят из камеры, его сопровождают несколько надзирателей и тренированная собака. Пёс реагирует исключительно на заключённого. И один из надзирателей удерживает его для того, чтобы тот не набросился на преступника. Каждый заключённый вокруг тюрьмы есть много высоких точек, с которых можно вести прицельную стрельбу. Убить заключённого могут по разным причинам – в качестве мести, для того, чтобы тот не сдал своих подельников или не раскрыл тайны криминального мира. А для некоторых заключённых смерть – это избавление от страданий в тюрьме. Иногда даже родственники готовы платить убийцам для того, чтобы избавить. Бреются они с помощью электробритв. Несколько раз в день заключённых осматривают надзиратели на предмет наличия запрещённых предметов. Кроме того, их ежедневно осматривают врачи в санитарной части. Делается это не для заботы об их здоровье, а для того, чтобы исключить случаи самоубийства. В камере дня. В 6 утра обязательный подъём, после которого нужно заправить кровать и заняться гигиеническими процедурами. После этого по расписанию начинается первая уборка камеры. Все эти действия нужно сделать за полчаса. В 6.30 заключённым приносят завтрак. Столовой в тюрьме нет, порции с едой передают через окно в камеру. На завтрак даётся 45 минут. После чего в 7.15 включается радио и электророзетки. Электророзетки и радио работают полчаса. За это время можно побриться, сделать кипяток для чая. Только у тех, кто соблюдает правила, есть заварка. Другие обходятся обычной водой. Если в течение 10 лет преступник не будет нарушать правила, он имеет право осмотреть в течение этого времени телевизор. В 8 утра проходит плановая проверка и выключается радио. Каждой клетке по очереди подходит надзиратель. В этот момент преступник обязан встать, поднять руки и приложить их к стене и повернуться к ней лицом. И исполнитель зачитывает фамилия, имя и отчество заключённого. Оглашает статью, по которой он осужден, и повторяет, что тот будет отбывать пожизненное заключение. Если у преступника плохое поведение, такие события проходят чаще. Иногда о судьбе напоминают каждые 15 минут. В 10 утра прогулка по специальному боксу длиной в несколько метров. Переход в него сопровождается тремя работниками, всеной собакой. Прогулка длится полтора часа. За хорошее поведение её длительность могут увеличить до двух часов. В 13.00 приносит обед. Он длится 40 минут. Сразу после него в 13.40 начинается очередная уборка камеры. В 14.00 снова включается радио, которое работает до 17.00. В 18.00 выдается ужин. В 20.00 проходит очередная проверка. В 20.30 снова включают розетки и радио. В 22.00 происходит отбой. Заключённые обязаны лечь на кровать для сна. При этом наблюдение за ними не прекращается, и свет в камере остаётся включённым. В тюрьме есть много заключённых, которые стали известными из-за широкого резонанса в СМИ. Контингент в исправительной колонии – особо опасные преступники. Поэтому неудивительно, что об их преступлениях знает вся страна. За каждое нарушение правил контингент тюрьмы рискует попасть в штрафной изолятор, где заключённый практически не может двигаться и находится в одной позе длительное время. Кроме того, за агрессию или неповиновение применяется физическая сила и резиновые дубинки. Около 400 людей, отбывающих срок в «Чёрном дельфине», работают в отдельном блоке Е-швейны и обувной цеха. Обучение проводят бригадиры. Во время работы заключённые находятся под строжайшим надзором. Практически все желают попасть сюда, потому что работа – это единственное развлечение и способ отвлечься от давящей рутины и распорядка колонии. Произведённые зэками вещи пользуются спросом у некоторых торговых компаний, а также у местных жителей Соль и Лицка. В «Чёрном дельфине» много последователей разных религий. Больше всего здесь христиан и мусульман. Многие из заключённых становятся верующими уже в тюрьме. В этом они находят спасение для себя и умиротворение. Этому также способствуют частые проповеди священников по радио. Некоторые даже пишут книги о своём покаянии. За первые 10 лет отбывания наказания разрешается два краткосрочных свидания с близкими родственниками в год. После этого срока количество и длительность свиданий могут увеличить. Но только в том случае, если в личном деле заключённого за этот срок не было замечаний или особых предписаний. Получить отметку не так уж и сложно. Достаточно три раза провиниться и нарушить правила или распорядок. И после этого шанс на смягчение условий содержания пропадает. В колонии строгого режима есть бригадиры, которые могут обучить заключённых шитью и обувному делу. С недавнего времени родственникам запретили присылать книги. Поэтому единственный шанс получить доступ к печатному тексту – это заработать деньги и подписаться на журнал самому. Побег из этой исправительной колонии считается невозможным. Заборы с колючей проволокой, несколько постов с вооружённой охраной. Кинологи и собаки исключают вероятность побега из тюрьмы. Важно упомянуть, что помимо чёрного дельфина на территории исправительной колонии 6, есть колония-поселение, в которой содержатся менее опасные преступники, которые отбывают непожизненные сроки. Некоторые из них имеют право ходить по городу и свободно перемещаться по тюрьме при условии постоянных отметок у назирателей. Случаи бегства из этого места были, но речь идёт не об особо опасных заключённых. Есть случаи, когда заключённых освобождали из колонии. Например, Тариэл Мулухов, криминальный авторитет, похитивший человека, был выпущен после 8 лет отбывания наказания. Вскоре был вновь задержан для экстрадиции в Испанию. Также один из преступников, убийца и насильник, был освобождён в результате ходатайства. Некоторым из заключённых наказание заменяют с пожизненного заключения на 20-25 лет тюрьмы.